Здравствуйте! В эфире новости губернии в студии Ильдар Кагиров. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Два с половиной сантиметра, которые имеют значение. По просьбам покупателей АвтоВАЗ объявил войну нечищенным дорогам и к старту продаж своей новинки приурочил большой пресс-тур. Почему жизнь не сахар, а черная плесень? В Жигулевске новое жилье оказалось аварийным. Как так вышло и кто виноват? Разбиралась наша съемочная группа. Жигулевская вишня на Жигулевском море. Сразу два сезонных фестиваля встретились среди зимы, чтобы удивлять и угощать. Гастрономические развлечения и полеты вопреки законам гравитации попробовали наши корреспонденты. Кадры, которые точно решают все. Свой профессиональный праздник отметило научное сообщество региона. Лучшие конструкторы, ученые и преподаватели вузов получили награды от губернатора. Впереди глобальные планы. В Самаре будет создан Центр одаренных детей. Технополис Гагарин-центр. Областная столица должна стать крупнейшим наукоградом. Научно-технический потенциал растет. Обо всем по порядку. Виталий Барнов. Лучшие умы, конструкторы, ученые, профессоры и преподаватели вузов региона. В свой профессиональный праздник получили звание заслуженного деятеля науки и работники образования Самарской области. День науки так масштабно отмечается уже в третий раз по инициативе губернатора. Я благодарю Николая Ивановича Иркушкина, нашего губернатора, за то, что оказывается такое большое внимание науке в области. И за то, что вы прилагаете так много усилий для развития нашей области. Спасибо вам большое. Надежда на талантливую и перспективную молодежь. Для этого и нужен Центр одаренных детей. Это своеобразный кадровый резерв. Планируется, что будущих гениев начнут привлекать из других регионов. После школы в вузе студент создает инновационный проект, а потом защищает его на мировом уровне. Не видим возможности для возрождения настоящего без сильнейшей университетской науки, о которой сегодня много сказано. И мы ждем вложения в наши дела и научного вклада, и самое главное кадрового потенциала от вас. Университеты Самары получают активную поддержку не только от области, но и от федерального центра. Например, СГАУ, который вошел в число 14 лучших вузов страны. Цель топ-100 мирового рейтинга. Студенты-преподаватели аэрокосмического совместно с конструкторами работают на создание спутников, которые будут запущены с космодрома Восточный. На базе вуза будет открыто молодежное конструкторское бюро. Для студентов высшей школы создается технополис Гагарин-центр. Если, условно, мы свои деньги вкладываем, конечно, мы бы хотели, чтобы спектр был накрыт значительно более широкий, аэрокосмический кластер, он исключительно для нас важный, но, тем не менее, у нас много очень направлений. Молодых ученых поддерживают грантами на научные разработки и дополнительными стипендиями. Только в 2014 году, по данным Самара-Стата, на науку было направлено свыше 22 миллиардов рублей. В основном из федерального бюджета. Если будет результат, будет и дополнительная поддержка. Виталий Портнов, Вячеслав Потовский. Новости губернии. АвтоВАЗ объявил войну нечищенным дорогам. Стартовали продажи «Лада Ларгус Кросс» по просьбе автолюбителей с увеличенным клиренсом. В честь самой большой новинки организовали большой пресс-тур, показали то, что обычно оставалось за кадром, и ответили на самые каверзные вопросы журналистов. Где хранятся все тайны завода, увидела Дарья Болгова. Продукт «АвтоВАЗа», который сразу нашел своего покупателя «Лада Ларгус», одним из бестселлеров, назвали еще до выхода обновленной версии. Вокруг новинки в день старта продаж ажиотаж. Заводится с первого раза, не глохнет, едет. Качество сборки очень хорошее. Именно этих машин, не могу сказать, что как она по детской двери. Более усовершенствованная версия самого вместительного авто уже с приставкой «Кросс». От предыдущей отличается клиренсом. Его увеличили на 25 миллиметров. Не ради звания внедорожника, а скорее в помощь автолюбителям. Мы среагировали на пожелания наших потребителей. Автомобиль имеет довольно большую колесную базу 2900. И при преодолении каких-то дорожных неровностей, которые часто мы встречаем, особенно зимой, во дворах, в прилегающих территориях. Стоит «Ларгус Кросс» от 500 тысяч рублей. В 2015 году поклонников «Лады» ждет немало сюрпризов. Впрочем, пока они даже в дизайн-центре, самом секретном месте завода, находятся под покрывалом. Откроют их лишь, когда модель запустят на конвейер. А вот о чем на «Автовазе» говорят открыто, так это о качестве. Контроль за ним ведется на каждом этапе производства. Проверяют сварочные швы, окраску, каждую деталь отдельно. Затем все составляющие попадают уже в сборочный цех. На линиях длиной от одного километра до почти двух и создается сам автомобиль. Ежедневно «Автоваз» выпускает 2700 автомобилей. Это конечная точка сборки. Автомобиль укомплектован как внутри, так и снаружи полностью. После этого его отправляют на проверку качества, а затем в дилерские центры по всей стране. Сегодня «Автоваз» сам выпускает и детали для своих автомобилей. Это двигатели, коробки передач, штампованные детали, бамперы и панели приборов. Многие поставщики критично настроены, потому что мы ужесточили стандарты качества. Теперь им приходится поставлять нам автокомпоненты по четыре раза в день. Кроме того, мы намерены возвратить производство некоторых комплектующих назад на «Автоваз». Все, что мы можем, будем выпускать сами. Все необходимое для этого у нас есть. 13 марта с конвейера завода должен сойти первый X-Ray. В сентябре на Ишавто стартует производство «Лада Веста». Кстати, партию из 20 автомобилей уже заказали для правительства Удмуртии. На отечественные автомобили планируют пересадить и чиновников Самарской области. Руководство завода уверено, после этого со стереотипами о вазовских машинах будет покончено. А вопрос импортозамещения и конкурентноспособности решится. Дарья Болгова, Александр Каракулько, Новости губернии. Не достроили, не доделали, не проконтролировали. Новые дома в Жигулевске оказались аварийными. И это уже не первый случай в Самарской области, когда по программе переселения семьи попадают в худшие условия. В ходе проверки общественных организаций принято решение привлечь подрядчиков к ответственности. Кому и почему жизнь не сахар, а сплошная плесень, Виталий Портнов выяснил. Ирина Стрельцова в свою новую квартиру переехала прошлой весной по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Надеялась на лучшее, а получила черную работу. Крыша протекает, стены все мокрые, грибок и плесень разрастаются все больше. При этом в квартире холодно, радиаторы маленькие. У соседей на первом этаже ситуация другая. Этот дом, как и семь других в Жигулевске, по улице Марквашинской начал оседать. По стенам пошли трещины. Двери практически не закрываются, их просто перекосило. Жаловались куда только могли. Подрядчики утверждают, что это нормальное явление, летом все само собой пройдет. А тем временем управляющая компания пытается своими силами и средствами устранять дефекты построек. Теперь вся надежда привлечь к ответственности виновных лиц с помощью общественников. Здесь, наверное, виноваты все. Но с этих всех виноватых надо искать конкретных людей. Мне уже кажется, что пора уже называть вещи своими именами. Надо называть конкретных исполнителей и ответственных за эти деяния, в кавычках, которые приводят к тому, что люди говорят, лучше бы мы жили в бараках. Эта ситуация по области не единственная. Подрядчик сэкономил, а местная власть не проконтролировала, не глядя приняла объекты. Там, где было, как говорится, попустительство, вот пусть строят, а потом кто там жить будет, или построили, пусть радуются, и этому пусть будут благодарны, это неправильная позиция местных властей. Соответственно, данный вопрос поставлен на контроль и вице-губернатором Гришину Альсей Викторовичем, и Овчениковым, как курирующим муниципальное образование. И по выпиющим случаям мы информируем губернатора Самарской области. Теперь нужна помощь областного правительства и дополнительные средства на устранение всех нарушений. Подрядной организации придется вкладывать деньги и устранять все дефекты. Достигнуто договоренность с Министерством строительства Самарской области сделает этот мониторинг до 1 марта, понять, сколько объектов на сегодняшний день построено, в каком они состоянии, дать возможность это дело исправить и строительным подрядчикам, которые несут гарантийные обязательства по этому направлению, а органы власти со своей стороны должны выполнить то, что им положено. Региональный Минстрой разработал график выполнения работ. Нарушения будут устранять весной. В случае игнорирования сроков строительная организация будет отвечать перед законом. Виталий Портнов, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. Жигулевск. Еще один долгострой в регионе ввели в эксплуатацию. Собственники печально известного дома на улице Ворошилова в Тольятти наконец смогли отпраздновать новоселье. Застройщикам его была ЖСК «Жасминдом». Добавлю в регионе еще 15 проблемных объектов. По 12 конкурс уже объявили. И начали сбор заявок от потенциальных застройщиков. На днях представители регионального министерства строительства приняли участие в селекторном совещании при полпредстве ПФО. Итоги работы с обманутыми дольщиками в 2014 году на нем признаны удовлетворительными. Решение проблемы обманутых дольщиков – это одна из приоритетных задач правительства. Николай Иванович, наш губернатор, соответственно, особо отметил, что нужно в этом году завершить все работы, и не допустить появления новых в связи с тем, что у нас в стране такая ситуация. Однако судьба еще трех объектов пока остается нерешенной. Компании-застройщики банкроты. Правительством области по каждому из долгостроев ведется комплексная работа. К примеру, ряду дольщиков уже предложили другие варианты жилья. Правда, такая позитивная картина складывается не со всеми объектами. Так, часть дважды обманутых дольщиком за ОПФСК «Элгрант» на сотрудничество с региональным инстроем идти попросту не хотят. Совсем недавно на общем собрании выбрали так называемый «комитет кредиторов». Представители его должны защищать интересы обманутых дольщиков. Напомним, директор бывшей компании-застройщика сейчас находится в местах лишения свободы. И во связи с этим возникла абсурдная ситуация. Был избран новый комитет кредиторов, в который вошли аффилированные бывшему застройщику лица, в частности его сын, его сноха. Каким образом будет решаться судьба площадки, сейчас это зависит от решений как комитета кредиторов, так и от общего собрания кредиторов. По словам Минстроя, со своей стороны ведомство готово оказать всю возможную помощь дольщикам. Но вот кто при таком положении дел даст гарантию, что история с банкротством не повторится, остается вопросом открытым. К другим темам. 15 тысяч жителей области присоединились к массовой гонке «Лыжня России-2015». Зимний флешмоб в этот раз посвящен годовщине открытия Олимпийских игр в Сочи. Длина дистанции 3, 5 и 10 километров. Детям же нужно было преодолеть всего 500 метров. Как оказалось, возраст «Лыжня» не помеха. Самому старшему участнику гонки 87 лет, а самой юной нет и двух месяцев. За стартами наблюдала Анастасия Гончарова. «Лыжне» все возрасты покорны. Самая юная участница забега Василиса еще не умеет ни ходить, ни говорить. Через неделю малышке исполнится два месяца. Но вместе с мамой она уже преодолела первую в своей жизни дистанцию – 3 километра. Здесь воздух, природа, праздник. Она гуляет, получает запас здоровья, как и мы. Минус 10 и яркое почти весеннее солнце – идеальные условия для самого массового зимнего флешмоба страны с многолетней историей. «Лыжня России» проводится с 1982 года. В этом году мероприятие посвятили годовщине открытия Олимпийских игр в Сочи. Одновременно на старт по всей области вышли 15 тысяч человек. Из них 9,5 тысяч собрались на спортбазе «Чайка» в поселке Управленческом. Наверное, это максимальное количество участников за последние годы. Годовщина Олимпийских игр – тот позитив, та информация, то, что идет с экранов телевизоров, то, что мы пережили в 2014 году. Это, наверное, и толкает людей сегодня для того, чтобы выйти сюда, встать, одеть лыжи и просто пробежаться. А пробежаться смогут все. Для самых маленьких детская дистанция всего 500 метров. У взрослых все серьезнее – 3, 5 и 10 километров. На финише эмоции зашкаливают. Три километра не успели опомниться. Обгоняли детей, женщин, стариков не помню. Ну, все нормально, в принципе. Не успели отдышаться, уже финиш. Хорошее, бодрое настроение, праздник, праздничный день. Это праздник. Сколько народа, сколько друзей. Здесь не только молодые, все старики встречаются здесь. У меня 76 лет, я все время бегаю, себя на лыжах прекрасно чувствую. Самый здоровый период в году – это лыжи. Самым быстрым – ценные призы от регионального Минспорта. Однако, как признаются сами лыжники, главное здесь, конечно же, не победа, а участие. Анастасия Гончарова, Александр Ерофеев, Новости губернии. Синейшие мотогонщики планеты эти выходные провели в Тольятти. На специализированном стадионе имени Анатолия Степанова прошел второй этап личного чемпионата мира по ледовому спидвею. Законодательницей моды в этом виде спорта всегда считалась наша страна. Вот и на этот раз весь пьедестал достался россиянам. Рев моторов, крутые виражи, брызги, ледовые крошки из-под колес. В Тольятти прошел очередной этап мирового чемпионата. В этом году турнир отпраздновал свое 50-летие. И, как всегда, на первых ролях оказались российские парни. Россия является звездой таких мероприятий. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, вся организация на высшем уровне. Не исключая и сегодняшняя, подготовленная мегаладой. Хозяева турнира выставили на гонку трех представителей. Двухратного чемпиона мира в личном зачете Даниила Иванова, лидера общего зачета Игоря Кононова и иньора Никиты Толокнова. На ледовую дорожку с ними выезжали сильнейшие российские гонщики, а также представители Австрии, Чехии, Швеции, Германии и Финляндии. Лучше всех получилось у Кононова. Ему удалось за два дня выиграть две финальные гонки и укрепиться в лидерах общего зачета. Сложилось все удачно. Был спокоен перед соревнованиями. В Тольятти мне традиционно везло. И получилось показать практически максимальный результат. Я очень рад. Надеюсь этим закончить сезон в будущем победами. А уже через неделю гонщики вновь выйдут на старт очередного этапа личного чемпионата мира. На этот раз в Казахстане. Общий итог подведут после еще двух гонок в Голландии и Германии. Сергей Кочкин, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Мороз и вишня. День чудесный. В Тольятти в рамках масштабного фестиваля зимних видов спорта «Жигулевское море» прошел чемпионат России по кондитерскому искусству. Жигулевская вишня зимой. Ирина Грумеза болела за спортсменов на турнирной площадке и восхищалась кулинарным мастерством. Завораживающее зрелище. Именно такие ассоциации возникают, когда видишь десятки разноцветных куполов, воздушных змеев над заснеженной акваторией Волги. Чемпионат России по сноукайтингу проходит в Тольятти в десятый раз, но впервые в рамках масштабного фестиваля зимних видов спорта «Жигулевское море-2015». Помимо турниров по спортивным дисциплинам на многочисленных площадках проходят развлекательные программы, мастер-классы, творческие выступления. Найти занятия по душе, на свежем воздухе и в прекрасной атмосфере здесь могут люди любого возраста. Здесь очень здорово. Я на таком фестивале на самом деле первый раз. И я вот сейчас получаю огромное удовольствие. Общаясь с людьми, встретила очень много знакомых, много разыгрывала с призов на сцене. Участниками соревнований стали спортсмены из 30 городов страны. Среди гостей – тольяттинцы, самарцы, жители соседних областей. Фестиваль «Жигулевское море» – показательный пример того, каким может быть успешный событийный туризм в регионе. Каждый турист, если будет оставлять в транспортных компаниях, в гостиничных, в развлекательных, торговых, ресторанных предприятиях эти средства, безусловно, экономика региона будет тоже расти. Это одно из перспективных направлений, его однозначно нужно будет поддерживать. Учитывая, что туристко-рекреационный кластер, он в стратегии развития региона занимает одной из ключевых вещей. Еще одной оригинальной событийной площадкой в рамках фестиваля стал первый открытый чемпионат России по кондитерскому мастерству «Жигулевская вишня зимой». Эти цветы – не простые произведения искусства, а съедобные, выполненные умелыми руками участниц соревнования. Эту композицию из сахарной мастеки кондитер Людмила Черкасова создавала двое суток. Это долго, довольно-таки долго, потому что руками все это делаешь, получается кропотливый труд, очень мелкие детали, тщательно прорабатываешь, чтобы все элементы были красивые, ровненькие, гладенькие, чтобы этот сюжет смотрелся. Кондитеры соревнуются в изготовлении композиций сахарных цветов, украшений тортов на муляжной основе, лепки из мастики и сборки торта с вишней, из вишни или украшенного вишней. А главным судьей выступила чемпионка мира по кондитерскому искусству из Исландии, рожденная в России Мария Шрамко. Кондитер – это флорист, это художник, это архитектор, это скульптор, это дизайнер, это все. Не знаю почему, но в России у нас специальность кондитера – это как-то не ценится, я бы сказала, занижена. А это все-таки, вы посмотрите, кондитер. Это, я их называю, люди хорошего настроения. Ирина Грумеза, Борис Кислица, Новости губерний, Тольятти. Ставили весеннюю сказку, а получилась социальная драма в жанре фэнтези. В самарском оперном премьера «Снегурочка» в обновленном виде и не совсем традиционной трактовке. Режиссер Михаил Понджавидзе намеренно избавлялся от воснецовщины и исправлял мифологические неточности. Никакого русского народного колорита и никаких излишеств на сцене. Впрочем, совсем без спецэффектов не обошлось. Татьяна Потоцкая побывала на первом спектакле и заглянула за кулисы. ПЕСНЯ Никаких сарафанов, кокошников и голубых рукавичек. Режиссер сразу предупреждал. Русского народного колорита в его постановке не будет. Как и эпатажа, которую спектаклю ошибочно приписывали еще до премьеры. ПЕСНЯ Ничего эдакого. Нормальный спектакль, рекомендованный для семейного просмотра. Единственное, чего в нем никто не дождется, не дождется Дедушки Мороза в странной шубе. Никто не дождется Санта-Клауса, по сути, потому что Дед Мороз по-другому на самом деле одевался. Никто не дождется Снегурочки в кокошничке под елочкой. Этого ничего, этого не будет. И никто не будет скатывать из снега Снегурочку или пить ее. Вот этой всей ерунды, так сказать, и сказочек для детишек не будет. Языческое племя бериндеев со своими нравами и своими бедами, как аллюзия на общество потребителей. Сказка, в которой намек. В слове «сказка» Островский вкладывает очень глубокое понятие. Это великое произведение, которое нашло воплощение в великой музыке. Пастушок Лель в этой постановке самый мифический из всех персонажей. Сын Ярилы – само воплощение стихии огня. В финале Снегурочка тает не от лучей солнца, а умирает в его руках, что в принципе в данной трактовке одно и то же. Она никогда не была холодной девочкой. Она просто не понимала, что с ней происходит, как у любого человека в период становления. Поэтому я не могу сказать, что она страдала. То, что человек умер от любви, так она умерла от счастья. И все же получилась по-настоящему русская сказка с классическим сюжетом и грустным концом, в которой фантастический мир противопоставлен реальному. В одном правят силы природы, в другом Снегурочка встречает еще более губительную силу – любовь. Татьяна Потоцкая, Сергей Костин. Новости губерния. В Сомарской филармонии стартовал проект «Музыкальные династии». Он посвящен тем, для кого музыка – это семейное и призвание, и дело всей жизни, причем сразу нескольких поколений. О традиции, которая стала профессией Татьяна Пудова. Редкий случай. Вся семья на одной сцене. За роялем Сергей Загадкин с крепичной партией исполняет его дочь. Глава семейства признается, шансов выбрать другую профессию просто не было. Какие могут быть варианты у обычного самарского мальчишки? Неужели только один игра на фортепиано? Я всегда, так сказать, выступал против этого бурно и так далее, но сломали родители, бабушка, слава богу, так сказать, которая со мной занималась. Ну а потом уже как-то все оно пошло по накатанной. То есть дорог много было, но вот получилась одна. Мать Сергея Загадкина заведовала фортепианным отделением музучилища, а отец был концертмейстером симфонического оркестра филармонии. Мой дедушка работал в филармонии около 50 лет. И из этого времени, достаточно долгое время, лет, наверное, 40, он сидел концертмейстером первой скрипкой. То есть это, наверное, дань уважения старшему поколению была отдать меня на скрипку. Ну и плюс, это просто красивый инструмент. Александр, сын Сергея Загадкина, тоже пианист. О том, что выбрал музыку, не жалеет. У меня были идеи, что можно пойти в медицинский институт. Я как-то себя видел вроде доктора. Даже сейчас иногда подумаю, что из меня получился бы замечательный психолог. Ну, как-то музыка – это призвание все-таки. О музыке в их доме говорят 24 часа в сутки. Сейчас в семье Загадкиных подрастает внук, возможно, тоже будущий музыкант. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губернии. Пока это все новости. Всего вам самого доброго. Генеральный партнер прогноза погоды – Самарский государственный цирк. С 24 января в Самарском цирке новое шоу 2015 года «Нубийские львы». Обладатель идола 2014 – Хамада Кута. По сведениям синоптиков, 10 февраля в регионе сохранится облачная и снежная погода. Ночью термометры покажут 5-10 градусов мороза днем от 2 до 8 ниже 0. На севере-западе регионы – минус 4, минус 6 градусов. На востоке-юге от 2 до 5 со знаком «минус». Ночью в областной столице ожидается умеренный снег. Температура воздуха – минус 5, минус 10 градусов. Днем в Самаре-Тольятти облачно, сохранится небольшой временами умеренный снег. На термометрах от 2 до 7 градусов мороза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. С 24 января в Самарском цирке новое шоу 2015 года «Нубийские львы». Обладатель «Идл-2014» – Хамада Кута.